дорогие друзья и так сегодня мы большой компании с одесскими краеведами с группой тонизирующих туров посещаем одесский ботанический сад 2 территории постараемся максимально показать вам эту красоту показать то как сегодня цветут магнолии и различные другие весенние первоцветы назовем это так вот такая старая территория начинаем мы с нее и так погнали кстати через неделю мы открываем весенний сезон и все уезжаем в степь кто хочет тот может примкнуть подробности я расскажу в монгольскую в монгольскую вот так вот все думают что мы не в степи город у моря город у моря город в степи у нас они у моря да будет память так вот почему территория на на поддержите прикоснитесь прекрасно почему территория это называется старая правильно ответила ольга гоменюк потому что территория ботсада новороссийского университета была изначально здесь а новая как бы новая в кавычках территория это были частные наделы бруна мартыновой морозли фредерикса как они сейчас нарезаны мы не будем измерять эти места но главное что товарищ брун товарищ брун уже подторговала растениями что тоже что тоже этому есть тоже доказательства не знаю новая территория была назначена положить брун торговал или просто так кому-то понравилось это уже науки неизвестно поэтому если вас будут спрашивать почему старое или новое вам теперь будет известно что существует карта 1915 года из книги и знаменитого одесского городского инженера такая простая простая фамилия и забыла да 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 не иванов не петро миды федоров я вспомнил фамилию автора и бессмертного труда история французского бульвара инженер зуев все очень просто не возможно замечательная книга 1915 года его и кстати на его совести на выпрямление нашего французского бульвара кстати морозли свой участок не отдал поэтому мы в конце имеем небольшой изгиб ну то мы с вами сегодня будем ознайомитись можно сказать с одной нею с найстарейших парковых территорий нашего места территория это закрыта потому что это соответствующий фонд это ботанический сад одесского национального университета и из этого вытекает достаточно много каких-то условиях за которые працюет наш ботанический сад ну по-перше это навчальный заклад и мы тут проводим навчальные курсы для наших студентов биологи звичайно у нас бывают приходят у нас педагоги бо это наибольшая сборка тих которые мы можем встретить в нашем городе и которые не все знают поэтому мы выполняем навчальную функцию другая функция наша это науково потому что не можно выпустить рослины кодись нам у місто або зберегти какие-то важные для нашего для нашей страны и нашего города биоцинозы когда мы их не вивчили тобто другая функция это науково и третья функция власне кажучи то чим мы сьогодні з вами займемся это просвитницкая тож мы такую вот просвитницкую сьогоднюю прогулянку з вами и будем проводить так проводить так проводить зазвичай мы знайомимо з асортиментом тих рослин які у нас есть у нас тут є унікальна можливість вами ну знаете як помандрувати трошки часом та простором тому що у нас тут зібраны ті рослини які ви не побачите в природній зоні для наших них вони не характерны для нашої зони у нас есть и Китай и Япония и есть и эти рослини яки дуже-дуже давно у нас росли але тепер не ростут и знову мы их интродукували сюди тож з оцим цим з оцим асортиментом мы их познайомимся и еще одна така тема это история нашего ботанического сада и вообще вот история ботанических садов нашего миста от мы тоже там идем от такого місточка яке ну дуже исторично мені здається и там мы поговорим про историю о цієї території добре все добре тепер звертаємо увагу увагу на то что ж ми бачимо прямо на входе вот видите вот одна такий кусочек отакий ну ніби тільки-тільки починаю розпускатися еще одна така якась штучка от залишки квитування у неї бачите досить важлива рослина у житті взагалі людства бо це лещина лещина лісова найраніше квитування у неї починається десь мабуть у лютому місяці і от такі сережки випускають довгі-довгі сережки і оце таки у неї починаються квитування зараз воно вже від квитувала маленькі таки десь там зародки тихоришків які будуть дозрівати у нас мабуть десь у серпня в кінці серпня вересня місяці і це наша така столова тут у нас дуже полюбляють білочки збирати це все і розносять нам які в природі розносять нам по всьому парку заривають заховуються і всі горішки і тоді ми власне кажучи там в тому місці де ніхто не саджав цей горіх ми його знаходимо таким чином у нас білочки мало того що вони наші такі садівнички маленькі але вони відтворюють той біоциноз який є в природі от таким чином розножуються багато рослин і в природі і це говорить про те що в ботанічному саду створено таке співтовариство і рослин і птахів і тварин які займаються цим ділом у нас в ботанічному саду ви знаєте ще сто років назад у нас на території України взагалі не було жодного кущіка отакої деревовидної піворі ми трошки ранувато з вами зібралися але я сподіваюся що це не остання у нас зустріч можна сказати в цьому році перша але точно не остання бо вони будуть квітувати десь через мабуть тижня два от вони розкриються це початок травня місяця ну залежить від погоди бо ми всі опції можемо передбачити от тільки опцію погоди на жаль це не в наших можливостях рослина яка раніше зустрічалася тільки в садах імператорських імператор або японський або китайський мав право вирощувати і любуватися оцими рослинами і тільки десь в 50-х роках коли у нас була в Радянському Союзу була велика дружба між Китаєм та Радянським Союзом от тільки тоді почали з'являтися у нас такі кущіки в цієї півонії наша колекція була отримана із ботанічного саду київського і власне з тих пір вони почали її плодоносити і ми висіваємо це лосіння яке дає дуже велике різноманіття і кольорове і по формі і по формі листя і по формі власне кажучи клітки тому запрошую вас трошечки трошечки пізніше по своєму еволюційному стану це дуже древня рослина і вона має приміти в будову клітки але це не заважає їй досить успішно мільйони років існувати на нашій планеті Я хочу звернути вашу увагу на це досить такі поважну персону нашого ботанічного саду Діти кажуть ёлка Ліствіниця Ще які версії? Ліствіниця Дотикнутися чи дотолкнутися до золотовалютних резервів древнього світу будь ласто потрогайте і скажете що ми були в запасника золотих шумерів чи фінікійців бо це насправді це золотовалютні резерви давнього світу Найцінніша деревина яку можна взагалі представити на 5 тисяч років тому Саме з деревини із кедра ліванського був побудований храм Соломона 5 тисяч екземплярів кедра висотою 50 метрів було використано на будівництво цього храму Представте собі яку це взагалі колосальну масу цих храму У природі він доростає до 2 тисяч років В нашому саду от йому мабуть років 20 Так що він ще тільки з кандрівцем Тобто він дуже маленький Будувати один? Один то кого? Ні, от його дивіться там мама і дата Для Соломона Оцім парням і дівчатам Їм близько 70 років А це його малишня Яка посілася І вона сюди Так Тепер ще одна загадка наших кедрів Держіть От потримайте в ручках шишку Золото Майже Так Тільки ви повернете мені Повернемся Це у нього такі шишки? Так Ота велика шишка Держіть дівчата Велика шишка То кедр атласський А оце маленький Це кедр ліванський Бачите вона така невеличке Яєчко Ні Він ще у нас маленький Він ще у нас не плодоносий Звісно ви маєте деякі переваги Перед іншими народами Ось тими висточками Так і називається Це калина морщини столиста З морщини столиста З морщини столиста Китаїчка Приїхала до нас з Китая Чим вона характерна? Тим що в неї абсолютно Отак ж зберігаються її зелене листя Всю зиму І нічого немає кращого Ніж трішки припорошена снігом Оця калина Тис судя по всьому Оце називається такий Золотий дощ Лабурном Правда Це лабурном Це рослина яка досить гарна Але разом з тим досить ядовита Так що ми повинні теж так До неї ставитися Коли буде цвісти вона буде дуже гарна А ще один спосіб розмноження рослин Це прививка Коли беруть низ від одної рослинки І вверх прищеплюють іншу рослинку Та яка не вкорінюється або не дає насіння І от таким чином була зроблена прививка або щеплення ясена Форма яка не дає насіння І яка не вкорінюється Вона дуже-дуже тяжко утворює корінці І так от не дуже вдало у нас підібраний був низ і верх Оце слід від тієї хірургічної операції Бачите? Ось вона так І нижня частина дала більш активний ріст Трошки більш вдала у нас прививка А там зовсім вдала Але ви можете це побачити своєї ночі І це що на що підтримати? І це ясена І це ясена І це ясена І це ясена Ну а мы в составе большой группы двигаемся дальше. Вверх полетит пилок, потому что у каждой пилинки есть две поверхности, которые поднимают ее вверх, нагреваются и таким образом заплідняются там вверху. Айва японская. Нет, японская. Давайте в Японию. Давайте в Японию. Это айва. Это мы с вами видим такую досить перспективную простую рослину. Это хинамелис японская или айва японская. Это такой кустик, там есть лишки. О, мамочка. Вот сейчас ваш рука у меня в историю выявляет. Вот сейчас проводится союзационная большая работа. Дорогие друзья, это конечно не крымский или не киевский ботанический сад, но поверьте, очень красиво и для Одессы это очень специфично и действительно уникально. Каждое дерево, каждый экспонат. Хотя, вы знаете, многие из нас, из вас точнее, кто смотрел наши ролики, в том числе и недавний ролик из поместья Рея, то там на Ивано-Франковщине действительно было очень много деревьев, которые представлены и здесь. А вот это, к примеру, тюльпановое дерево, маленькое, молодое. Зная, у нас так вот дома тоже растет и не одно и даже уже цветет. Это у нас вкус жимолости. Вот, власне кажучи, то и есть падок. Мы трошки сейчас пойдем по этой дорожке и мы побачим его ближе и про него поговорим более детально. В условиях ее осталось очень мало. И вообще можем сказать, что она почти не осталась. Потому что, как только люди понимали, что у нее такая ценная деревня, то и пошли ее рубить на свои господарские потребности. У нее очень высокая теплоемность и дрова изготовлялись на лево и направо, то, что называется. И на сегодняшний день в том месте, где збереглася эта паротия, ее остались считанные экземпляры. И поэтому мы в ботанических садах збираем насиня. И сейчас есть целая такая программа, восстановление природных заростей в Азербайджане. Они пытаются восстановить свои леса из паротии. А теперь мы, знаете, мы с вами там городом по городам и весям, да? Да. Теперь мы с вами перенеслися в Півничную Америку. И мы с вами бачим кипариса Аризонского. Кипарис Аризонский. Вот, обратите внимание, как выглядят его шишки. Футбольные мячики. Это характерная особенность всех кипарисов. Або вечно зеленого кипарису, который у нас ростет, тоже как экспериментальные такие штуки. Або кипарис Аризонский, который тоже очень хорошо в нашей зоне себя чувствует. Вы понимаете, они смолистые. Там очень маленькие, древненькие населенные. Ну, но, может быть, у них какие-то штуки. Ага, а я там уже нашла. А вот смотрите, какая у него кора. Вот там мы смотрели на паротию, которая имеет вот такую кору, которая отслоивается. Вот такая, она отпадает. И посмотрите, какой колор. После этого можете перестать. Красивый такой. Так, мы тут вот там сейчас будем демонструвать. А, смотрите. А, смотрите. Ой, внутри вообще. Дивите, какая красота. Обновляется, получается так. Так. Это один из признаков таких певденных рослин и пристосований до того, чтобы избавляться от шкодников. Любые шкодники, вот таким чином, воно отходят все. Вы знаете, достаточно смолистая деревня у него, поэтому, ну, как сказать, ваши мебли будут долго выделять эту смолу. Скажите, пожалуйста, вот эти вот отслоения не применяют нигде, допустим, в промышленности или в чем-то? В принципе, можно было бы ту же самую фанеру с них делать, да, ведь в больших... Нет, ну, смотрите, она очень тонкая, она очень маленькая. Ну, как раз для фанеры самая... У нее маленькие, ну, не знаю, я такого не слышала. Мне кажется, что для изготовления фанеры все-таки берут более плотные вот слои, вот распускают вот собственно саму древесину, саму древесину. Ну, есть те же самые ОСБ и все остальное, просто действительно много можно функций было бы применить, интересно. И вот таким образом используются. Поэтому по поводу кори я вам ничего не могу. Пищается от морозов. Вот эта больше певничная популяция. Тобто, это у нас, можно сказать, южаночка, а это северяночка. Вот так. Вот такая рослинка, которая у нас не очень хорошо себя чувствует, она хорошо себя чувствует, знаете, где-то там в Карпате, вот в тих местах. Это ялевец-звичайный или можжевельник обыкновенный. Как раз из этого можжевельника мы используем ягодки для того, чтобы добавлять себе и в ежу, и основное призначение лекарства – это настоянка джина. Вот. Вот. Вот это как раз из ялевца, обыкновенно, из-за того, чтобы сделать такой же джин. Потому что у ялевцев есть большая количество видов разных, но такие, которые можно использовать в ежу, это только вот такие с колючками. Есть еще такие мягенькие, есть левцы, вон там у нас такие мягенькие ростут, они не колючки. Вот в ежу застосовываются только вот такие колючки. На ней вылез вот такой вот с того боку, видите? Верез плющик, вот этот наш плющик, которым застелены все наши левцы. И когда он ростит вертикально, он переходит в другую стадию своего життєвого цикла, в генеративную стадию. И если он стелится, то это называется вегетативная стадия. В 1881 году было посажено это дерево. Дерево называется чинара, або платан схидный. Мы по месту бачим платани захидные, або гибридные формы. А это у нас платан схидный. Власне кажучи, его нам подарили из Никитского ботанического сада, как раз тогда, когда на этой территории был основан ботанический сад университета. Тогда была построена, побудована оця оранжерея, великая пальмова оранжерея, она так и называется. Это памятник архитектуры, творение Олександра Бернардаци. Она, конечно, потребовала реконструкции. И примерно 5 лет назад мы ее должны были прикрыть поликарбонатом, чтобы сохранить коллекцию растений, которая расположена там, в этой оранжереи. Чтобы сохранить саму строительство, саму строительство, она была не защищена от ветра, солнца и других погодных гараздей. Таким образом, мы ее, можно сказать, врятовали от руйнувания. Мы тут не проводим ніяких экскурсий. Когда мы выносим рослины на оздоровление на летний период, мы их расставляем тут. Тогда мы говорим и про коллекцию оранжерея, и туда есть возможность зайти, трошечки подивиться, потому что это такая интересная штука. Ну и, в общем, такая давняя споруда. То ж, есть на что смотреть, как раньше строили. Вот, а мы с вами трошки пойдем туда, где у нас начинает катуратися. К сожалению, в эти, как уже было сказано, оранжереи доступа нет. Видите, она очень похожа на оранжерею морозли, как она была, когда ты сделала. У вас есть ролик на канале, можете посмотреть. Сейчас ее обшили поликарбонатом, то есть особо ничего не увидишь и не посмотришь. Красоты, которая есть внутри. Здание, как уже было сказано, постройки самой Бернардации. Построен из ракушника. Ну, а здесь сделан металлический каркас и обшитый поликарбонатом в данное время, как уже сказали, пару лет назад. Ну, а мы двигаемся дальше. Такая вот красота есть в нашей любимой Одессе маме. Где же она была посажена еще в те часы, когда только-только закладался ботанический каркас. Может, даже трошки раньше. Складается она из двух видов растений. Один вид растений – это биота, або плоскогилочник схидный. Мы его знаем как туя, но на самом деле это не туя. Это тоже китайская растения. И дубчерещати – это наша аборигенная растения. И вот оно дает такую двухъярусную, скажем, аллею, очень красивую, хинистую. И это, можно сказать, что это визитивка нашего ботанического сада на Багацюгу. По-русски через четыре – это что? Так, дорогие друзья, впереди уже видно море. Наше прекрасное Черное море. Вы знаете, это не чья дача, не приватная особая дача. Это участок в 1804 году был выдален под хозяйственные потребности первой отецкой гимназии. И эта территория была выдана под городом, можно сказать так. Тогда на базе первой отецкой гимназии утворился Ришельевский ліцей. И это стало дачей Ришельевского ліцея. Функции те же самые. То городи, то дети. И далее, когда из Ришельевского ліцея утворился университет, Одесский университет. Это стало дачей университета. И тогда на этой даче уже решили засунувать ботанический сад, потому что очень маленькая территория была. Я просто спросил, что было ночи есть? Нет, это не приватная территория. За весь час своего существования она была выдумчивой. И належала учебным закладам, разноманитным учебным закладам. Подскажи, что это за труба стоит, дымоход такой? Там теплица, там старая теплица. И каждая теплица была снабжена своими автономными системами опаления. Сейчас центральное у нас опаление, и поэтому она не функционирует. не пропустил. А во второй, то есть у него отражающая поверхность стекла высокая и у нас перегревает. Растения не нравятся? Ну, вы знаете, как бы... Растения сложно сказать, потому что все равно какая-то... Да, то или иное, то или иное... Вот это растения. Да, растения нужны контуру с трех носочек. Растения на ворсанске, а вы знаете контуру? Такие дикые лимончики, его еще называют. Дикий лимон. Вот эти колючки, это есть листочки? Нет, вот тут вот будут листочки. Видите, вот тут вот они такие, в пазушках между этими колючками. А колючки – это такие захисты. А это листочки, да? А это квитки. А это квитки, вон там они начинают растиркаться. Видите, они такие белые. Красивые. В нашей зоне, в нашей зоне, это, можно сказать, единый представник такой рыбы цитрусовых. Да, вот такое. Дорогие друзья, видите, скоро будет цветение сакуры здесь. Она уже начинает цвести. Поэтому, кто хочет, буквально на следующие выходные, а может даже среди недели, будет красота. Сакур видов очень много. Поэтому, в принципе, любую вишню можно отнести к сакуре. Вот тут вот есть уже расцвевшие цветочки. Первые вдалеке. Вот, смотрите. Хотя в теньке, но при этом они есть уже. Вот она только-только начинает распускаться. В общем, сакура цей сакуре более 30-ти лет. 30, может, десь 35 лет. Она была привита, прищеплена в 1986 году. На такие небольшие живцы привезли нам. Сюда сделали вот такое щепление на звичайную черешню. Ну, вот из этих первых она так и росте. Да. Мы, на жаль, чуть-чуть, трошечки не встигли на повноцінное квитирование. Но мы можем посмотреть, как квитает та сакура, с которой все началось. Вот этот сорт сакуры, влажно говоря, называется еще под водой. Он распускается просто такими билими квитками, а тогда немного дают какую-то розовинку. И, влажно говоря, японцы очень любят эту сакуру. Видите, она уже почти отквитировала. Вот так она падает. Даже капуста есть. Просто капуста или головка. А тут утворятся квитки, возривают семена. Мы с них взберем на сенечко, посеем. Просто декоративная капуста. Есть и нет. Это тоже барбарис? Все барбарисы? Это у нас культина с твоей барбарисами. Там лично зеленый барбарис, там отличная краснолистная форма, метифолия барбарисов. Это все-все-все барбарисы. Вот мы тысячу раз ходили мимо вот этого всего. Это называется магония по-дубарису. Близкий родственник. Это не спортивная. Магония по-дубарису. Это хранится. У него он был мигантный. В Сибири это называют маринком. Листочками, вообще не скажете, что такое страхито. А тут мы с вами снова увидим, как размножаются декоративные формы. Была софора, до нее прививку сделали вот с такой формой висучей. И вы помните, что она очень напоминает нам те растения, которые растут рядом с ОПРТ. Кто сказал, чтобы посадили их корнями до горы? Это софоры? Да, это софоры. Тут так пытались облагораживать старые здания, разрисовали аккуратненько. Придали им такой интересный вид. Ну, здесь, конечно, этот высотный дом портит всю картину. Мы вам уже про него рассказывали, показывали с обратной стороны. И вот мы с обратной стороны той оранжереи, которую мы вам показывали. Видите, вон печные трубы выходят, дымоходы. И вот сама галерея. Но, к сожалению, при том, что она памятник архитектуры, то состояние у него весьма, извините, печальное. Итак, двигаемся дальше. Напоминаем, у нас еще вторая территория сегодня будет. Там цветут магнолии сейчас. Когда мы находимся в маленьком деревне, вы помните, что лежали у нас эти растения на Кузьминском деревне. Вот как-то так произошло, что эфициант этого деревне самопрошелся по этой территории. И вы видите, вот это не то, что мы так не хотели сохранять эту воду, но это вот так. Игорь Михайлович, его родительство – это певничная Америка. Сира Невада, вот там, в этих горах, он там ростет. То самое, наибольшее дерево, про которое говорят, что оно никогда не умирает от старости. Потому что никто не видит ни единого дерева, которое умирает от старости. От ветра, от каких-то там людских рук. Воно может загинути. Но своей смертью никто не видел, как оно помирает. Вот так. Ну, на памяти людской. Бо его не так давно открыли. Он точно так же выявляет такие же растения. Идет на опору ювтикальную. И там начинается подручение. И цветение плодомыша. Секвуя. Секвуя дендру. Мы так не можем произнести дерево. Закрашиваем. Видите? Мы с вами там уже смотрели, да? Вот вы можете вот так потрогать. А, наверх. Обалдеть. Плодомыш. Видите? Воно есть такие щепки. Пизднее просто будет. Воно есть золотенькие. Воно не похожа. Это видовый такой тюльпанчик. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, люди. Это анемона. Рослинка. Ветреница. 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 Огромные. Лукухи прямо. А? Прям лукухи. А вон огромные. То есть самое большое. Я вчера Вика прислала вот так. А что там внутри? Смотри. Смотри, вот этот уже тюльпан. вот я у меня была дипломная работа по вот этому вот нашим склонам и там довольно много я находила дикорастущих вот растений вот которые остались еще вот с тех до доисторических можно сказать времен да к сожалению вот сейчас это все потеряно потому что на месте вот таких вот прямо знаете островков которые остались вот оползен сошел да да ступенечка вот осталось это очень такой устоявшийся биоценоз мы ходим по степи мы очень много видим растений самых разных и редких и краснокнижных и и просто видим фотографируем выкладываем это все но вот что интересно что даже не здесь вот сохранилась понимаете это наша аборигенная так сказать вот территория к сожалению по тем местам сейчас проложена трасса для велосипедов вот эти вот горных к сожалению можете привести какие-то растения аборигенные аборигенные но вот такие вот мелкие там допустим леонтица одесская шафран сетчатый эфедра двухколосковая вот то что вы говорили что эфедру на скале нашли это все красная книга ковыли это все красная книга это все то что у нас здесь вот росло так же мускарики вот вроде бы обыкновенная но это тоже в общем очень прекрасно украшает наш так мы все собрались друзья давайте выкупаем аплодисментами ларису иванну за прекрасную экскурсию спасибо вам большое я очень надеюсь что у нас не последняя встреча записывайтесь и осенью и зимой и весной вот сейчас просто такой вот период получается что каждый каждую неделю начинается что-то новое цвести да потому что регулярные экскурсии да мы с мы начали регулярные экскурсии в будние дни у нас в 13 часов экскурсии вот сколько не придет да вот человек два придет человека значит вдвоем будем гулять вот а суббота воскресенье в 11 в час это сборной экскурсии вот кто пришел тот тот попал его по записи либо по записи если вас интересует там допустим какое-то но определенное направление вот тогда вы там допустим можете записаться сказать вот мне интересно там не за история или там вот еще что-то или мы хотим сюда мы там уже третий раз тут были нам нужно вот вот мы это 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 слышим и хотим что-то другое вот просто у нас как бы такая обзорная общая экскурсия вот она проводится сколько для записи ну вот хотя бы человек 10 вот если будет вот это будет так что вот можно так дорогие друзья мы с вами перемещаемся на вторую территорию более новую ботанического сада которая находится между проспектом шевченко и французским бульваром отдаляемся немножко от нашего любимого черного моря погнали дорогие друзья и вот мы перенеслись на вторую территорию ботанического сада памятник архитектуры и мы двигаемся непосредственно в сад показывать вам всю эту красоту здесь так вот пытаются оккультуривать с пальмами территорию выйти там вот выросла свечка такая мы вам как-то ее показывали когда гуляли по соседней территории санатория аркадия ну и вот непосредственно красота нашего второй территории ботанического сада сейчас нас догонит наша группа и мы продолжим гулять по данной территории все вместе и так напоминаю сегодня мы гуляем с группой которая есть непосредственно на фейсбуке называется тонизирующие туры эдуард ее основатель очень интересная группа постоянно каждые выходные проводите фонтан еще не открыт каждые выходные проводят интересные вылазки вот следующую неделю уже анонсировали будет скоро на фейсбуке анонс интересный маршрут от сухого лимана до института гт института таирова с дегустация вина поэтому кому интересно заходите ищите смотрите и обязательно подписывайтесь на наш канал и конечно на тонизирующие туры от эдуарда ну а вот уже мы непосредственно возле главного здания этой территории за которым открывается красивый вид и цветут магнолии но об этом чуть дальше зоотроп конечно как всегда работает для вас сегодня больше получился такой молчаливый ролик сегодня рассказывали все кроме нас но мы конечно наверстаем дорогие друзья это очень красиво киева тропинки из буксуса можно прямо сказать лабиринты тайные есть конечно много уже хвои которая под засохла но тем не менее это очень красиво и интересно а наша группа пошла уже дальше и мы сейчас догоним через пусты вот так вот раз и встретим нашу группу идущую и гуляющую а вот так проходят чаевые чаепития в компании тонизирующих напитков а слева там будет поле где у них эти как они один из подвидов сакуры так дорогие друзья там дальше розарий большой но розы это отдельная тема позже ну а мы с вами двигаемся на территорию где в данный момент уже заканчивают цветение свои магнолии тут красиво сделали розари но здесь я же красиво очень в июне месяце когда все это арки все цветут все цветет и мы обязательно приедем вам тоже покажем всю эту красоту в период цветения сейчас идем туда конечно мешают эти высотки видите мы вам показывали эту высотку когда гуляли с той стороны вот он дворец спорта у нас справа но мы идем как я уже сказал вот на ту отдельную территорию где растут магнолии людей сегодня очень много сегодня выходной день и вот такая вот красота ну правда задний дом портит всю эту красоту эти магнолии уже цветают эти магнолии уже цветают с этой стороны сакуры различные штамбовые деревьями и вот и вот так вот вот в этом году я уже масштабил салют мастер-лески витамин немецкий пересектировали двигатель мастер-лески ст.лески о мастер-лески песни Камилочка видела, да? Камилочка видела, да? Камилочка видела, да? Друзья, магнолия это очень красиво, но я люблю больше хвою. Большими магнолиями мы любуемся дома. У нас благо есть, где любоваться. Ну а вот хвоя действительно разнообразная, как вот в этом маленьком уголке ботанического сада. Это очень красиво. Видите, много неосвоенной территории с этой стороны. Просто-напросто голой. Ну такое впечатление, что ее подготовили под такую же застройку, как откусивши вот эту территорию и сделали здесь. Ну а мы с вами прогуляемся вот сюда. Пока наша группа любуется и фотографируется возле магнолий, мы прогуляемся вот сюда в тенечек, в эту красоту. Огромные можжевельники, хвоя, туи. Просто супер. Советую обязательно вам посетить, кто не был. Ботанический сад обе территории. И насладиться этой красотой. Ну а тут аллея сакуры только начинает свистеть. Классно. Посмотрите, вот эти острые, это прям, ну, вот чудо. А мне вот эти вот селения... Явно, явно чье-то жилье, но уже заброшено. Да, особнячочек такой. Симпатичный, симпатичный. Девятнадцать, там с оранжереей. Мы на бампу, мы на бампу. Так, так, так. Вот что-то такое необычное. Ни в одном месте ботанического сада есть вот. Только в этом месте. Так она его назвала. Но эти листики необычные. Больше нигде ни в том, ни в этом саду, ни в этом. Так, так, так это музыка. Не спешно. Агенусоби, я говорю, неспешно. Сами, мам. тут живут люди и вот этот дом с оранжерейкой с обратной стороны а вот уже санаторий аркадия с этой стороны за забором сединоскальная надпись 73 год 30 04 73 вот оранжерея которую мы видели наклонную она как раз приходит вот к этой стене с той стороны во награждение там явно был проход по верху оранжереи а тут бамбуковые заросли так дорогие друзья на этой красивой яркой ноте мы будем завершать сегодняшнюю нашу прогулку по ботаническому саду одесскому к сожалению конечно это не как я уже сказал не никитский ботанический сад или не киевский горешка но для одессы тоже очень красиво и интересно итак мы погнали дальше ой какой здесь запах просто божественный